С 1 января Новый год Впервые стали отмечать в 153 году Даин Иа, поскольку с этого дня вступали в должность римские консулы, в 46 году Даин Иа, римский полководец и верховный жрец Гай Юлий Цезарь ввел свой новый календарь Ульянский и окончательно утвердил начало года с 1 января 45 года до нашей эры. Первые обычаи отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 мая Та, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской, а сотворение мира то есть от 5508 года до нашей эры. А в России начало года 1 января введено первым российским императором Петром, а и в 1699 году, став одной из его реформ. Новый 1700 год праздновался в Москве по царскому приказу целых 7 дней. Домовладельцы должны были ставить перед домами и воротами украшения хвойные деревья, и каждый вечер зажигались смоляные бочки, пускались ракеты, полили из 200 пушек перед Кремлем и в частных дворах из маленьких орудий. В католических странах главным праздником считается Рождество, которое проходит 25 декабря, а в России же 31 декабря. Проходит Новый год главный праздник года, однако после революции в 1917 году советские власти проводили реформу атеизма, поэтому Новый год и Рождество решено было отменить, после чего почти 20 лет Новый год не отмечался, но в 1935 году его стали вновь отмечать, людям вернулся Дед Мороз с елкой. Однако праздник стал более светским, также в России празднуется Старый Новый год, проходит он в ночь с 13 января по 14 января, Дело в том, что раньше до принятия Григорианского календаря в России был Ульянский календарь, а он отставал от Григорианского на 13 дней. Так и стали называть этот день Старым Новым годом. Кстати, Григорианский календарь в России вел Ленин 26 января 1918 года, правда вступил в силу Новый календарь только 14 февраля, но не суть. Григорианский календарь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова